здравствуйте ребята спасибо что пришли в гости дедушки саши сегодня я расскажу вам сказку которая называется самое дорогое жили были в старой избушке старик со своей старухой старик и брутья режет корзинки плетет а старуха ленк ткет тем и кормится вот сидят они трудятся ох дед трудно нам стало работать у меня прялка сломалась да да а у меня гляди-ка ручку ножа треснул едва держится сходи-ка ты старик в лес выруби деревце сделаем новую прялку да ручку к ножу это верно пойду пошел старик в лес приглядел он хорошее деревце только замахнулся он топором а из чащи лесной дед выходит мохнатые ветки одет волоса шишки еловые бороде шишки сосновые седые усы до земли висят глаза огоньками зелеными горят не трогай говорит моих деревьев ведь они все живые тоже жить хотят лучше попросил меня чего тебе надобно все тебе дам удивился старик обрадовался пошел домой со старухой посоветоваться сели они редком перед избой на лавочку старик и спрашивают ну старуха чего мы у лесного деда просить будем хочешь много много денег попросим он даст она что нам старик нам их и прятать негде нет старик не надо нам денег но хочешь попросим большое при большое стадо коровы овец она что это нам старик нам с ним и не управиться будет есть у нас коровушка молоко дает есть шесть овечек шерсть дают на что нам больше то не надо а может быть старуха мы у лесного деда тысячу курочек попросим да что ты старик чего выдумал чем же мы их кормить то станет что с ними делать то будет есть у нас три курочки хохлатки есть петя петушок нам и довольны думали думали старик со старухой ничего придумать не могут все что нужно у них есть а чего нет то они своими трудами всегда заработать могут встал старик с лавки и говорит я старуха придумал че у лесного деда просить надо пошел в лес а навстречу ему лесной дед мохнатой ветки одет в волосах шишки иловые в бороде шишки сосновой седые усы до земли висят глаза огоньками зелеными горят ну как мужичок спрашивает надумал что тебе надо надумал говорит старик сделай так чтобы наша прялка до ножек никогда не ломались да чтобы руки у нас всегда здоровыми были тогда все что нам нужно мы сами себе заработаем будь по-вашему отвечает лесной дед и живут поживает с тех пор старик со старухой старик и вовые прутья режет корзинки плетет старуха шерсть придет рукавицы вяжет темы кормятся и хорошо живу счастливо тут и сказочки конец а кто слушал тот молодец заходите ко мне в гости еще